Субтитры сделал DimaTorzok По ссылкам в описании и первом комментарии Томическая песочница No Man's Sky получила масштабное обновление 4.2 Interceptor Которое добавляет в игру новые планеты, подверженные порче из-за загадочных кристаллов Возможности, механики, звездолеты, противников, миссии и многое другое На пораженных скверной планетах исследователи столкнутся с новыми типами охранных роботов А также смогут найти реактивный ранец стражей с высокотехнологичными двигателями Помимо этого, Interceptor повышает качество графического исполнения игры на консолях Xbox и для гарнитур PlayStation VR 2 В общем, игра еще раз доказала, что даже провальный на релизе проект можно сделать прекрасным тайтлом Ведущий дизайнер Bethesda Эмиль Пальярула обнародовал на своей странице в Твиттере список с источниками вдохновения для Starfield В котором фигурируют такие киноленты, как «Сквозь горизонт», «Молчаливое бегство», «Спейс 999» и аниме «Ковбой Бибоб» Я не думаю, что есть хоть один научно-фантастический фильм или телешоу, которое не вдохновило бы многих разработчиков Starfield, подытожил Пальярула Общий стиль и тон Starfield говорит о том, что если разработчики вдохновлялись научно-фантастическим фильмом ужасов «Сквозь горизонт», то лишь в определенных миссиях Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series XS Игра сразу попадет в каталог Game Pass Вкусы у всех разные, но фанаты научной фантастики точно замерли в ожидании игры десятилетия Будем надеяться, что Starfield действительно будет шедевром Activision в очередной раз пригрозила читерам в Modern Warfare 2 и Королевской битве Warzone 2 карой и унижениями, которые на них обрушит обновленная система Ricochet Научившаяся распознавать даже периферийные устройства Cronus, избавляющие оружие в игре от отдачи Если Ricochet зафиксирует использование запрещенного программного обеспечения, то все честные игроки станут для нарушителя невидимыми и неуязвимыми А сам читер будет автоматически опускать оружие при попытке стрелять по ним Нарушитель при этом будет полностью уязвим Пойманные за использование читов и уязвимости игроки сначала будут получать предупреждение, а затем и обнуление рейтинга с последующей блокировкой учетной записи Интересно, а когда будет чит, который позволит читерам сопротивляться анти-читу? А то в Warzone такое может быть Платформа VK Play провела исследование среди российских игроков И выяснила, что 18% из них хотят увидеть проект по мотивам фильмов «Брат и брат 2» легендарного режиссера Алексея Балабанова 15% голосовавших не против поиграть в адаптацию последнего богатыря Алеши Поповича и Тугарина Змия 13% хотят поиграть во что-то в духе ночного дозора И 9% хотят увидеть майора Грома в формате игры Что касается кино, то боевики и фэнтези остаются самым популярным жанром у россиян – 21% голосов Следом идут приключенческие ленты – 18% Комедии и детективы интересны 17% голосовавших Исторические ленты любят 12% А за мелодрамы, ужасы и триллеры отдали голоса 9% респондентов Из зарубежных фильмов в качестве игры больше всего российские игроки хотят видеть Шерлок Холмс и Аватар – по 22% Джуманджа – 19% Игра престолов – 12% Остаться в живых и ходячие мертвецы – по 11% Что примечательно, популярные последнее время «Очень странные дела» Рик и Морти и Уэнсдей – россияне хотят видеть только в формате сериалов И игры по ним их не интересуют Опрос прошел в феврале этого года В нем приняло участие порядка 1200 человек старше 18 лет Кинокомпания Warner Bros. определилась с датой выхода экранизации Minecraft – 4 апреля 2025 года Ждать еще долго, но и фильм находится в разработке с 2014 года Режиссером выступает Джаред Хесс, поставивший в свое время Суперначо и Наполеон Динамит А главную роль исполнит Джейсон Момоа Мэри Перрент и Рой Ли отвечают за продюсирование От Модженг в качестве продюсеров выступят директор веселья Лидия Уинтерс и директор по контенту Ву Буи Интересно, когда все-таки будет экранизация «Змейки»? Очень хочется, чтобы в таком фильме раскрылся лор игры и мотивация главного героя God of War Ragnarok получила бесплатное обновление, которое привносит в игру долгожданный режим «Новая игра плюс» Этот режим открывается после прохождения сюжета Впрочем, новым режимом игры разработчики God of War Ragnarok не ограничились Добавили также новые виды доспехов и чары В режиме «Новая игра плюс» повысит максимальный уровень, усложняет сражение, дадут включить черно-белый фильтр Преобразование предметов позволит получить монеты, за которые можно купить чары В Нильфхейме расширили арену, теперь можно взять в напарники персонажа Некоторых противников научили новым трюкам Если God of War Ragnarok кажется легкой игрой, то есть способ все усложнить Разработчики предлагают использовать спартанский сет и набор чар «Бремя» Единственное, что слегка смутилось всего этого списка — возможность включить черно-белый фильтр Интересно, зачем? Предлагаем вместе поломать голову в комментариях Сервис SteamDB зарегистрировал предполагаемые упоминания одной игры в истории Fallout 4 Оказывается, Bethesda тестирует ветку с интригующим названием New Vegas 2 Очевидно, это очень быстро привело к тому, что в сообществе Fallout закипела дискуссия Есть несколько теорий по поводу того, что хотят сделать разработчики Next-gen обновления Fallout 4 Условные Fallout New Vegas Remastered Или же намерены выпустить Fallout New Vegas на движке Fallout 4 А что из этого хотели бы видеть вы? Недавно прошел слух, что компания Sony почти разработала портативную консоль А еще готовит новые ревизии PlayStation 5 Но, как оказалось, японцы не останавливаются на достигнутом И последний патент подтверждает, что компания работает над созданием Деформируемого гибкого сенсора или гелеобразного материала Который может заменить пластик, используемый в контроллерах Устройство будет использовать электрические датчики, которые будут считывать деформацию контроллера И в зависимости от действия игрока, искусственному интеллекту будет поручено посылать вибрации, чтобы усилить тактильные ощущения Датчик будет определять контакт пользователя с гибким элементом или его деформацию И посылать электрический сигнал в зависимости от обнаруженного контакта или изменения формы Компания считает, что гибкий материал поможет улучшить ощущения Но этим дело не ограничивается Поскольку новый контроллер получит возможность стимулировать температуру Чтобы лучше отражать различные моменты игрового процесса Форма или твердость частей гибких элементов будет меняться в ответ на процесс, выполняемый устройством обработки информации, таким как игра Что позволит, например, дать пользователю представление материали виртуального объекта в игровом пространстве Или температуре в виде ощущения тепла, холода и тому подобное Но это лишь патент, поэтому такое устройство может и не появиться Джош Элли, Джозеф Пипиори, Кейли Колдер и Эш Свитринг, по сути руководство команды, которая разрабатывает Diablo 4 Поведали о важных элементах игры В финальных и кошмарном подземельях, таблице уровней мастерства, кодексе силы, приключениях в открытом мире и полях ненависти Со всем контентом познакомят по мере того, как персонажи будут проходить сюжетную линию Приобретут оружие и смогут отшлифовать навыки, чтобы затем добывать все более мощные предметы Джош Элли подтвердил, что после прохождения сюжета разблокируется множество новых занятий Разработчики подготовили мировые уровни, благодаря которым будут происходить столкновения с более мощными врагами Не забыли разработчики о системе Paragon, но в ролике также показывают нововведение, кодекс силы В игре будет более 120 подземелий, которые можно пройти на специальном кошмарном уровне Такие испытания будут доступны только тем игрокам, которые тренируют своих героев Босс Мантфиш Роберт Багратуни объявил о конкурсе Разыгрывают консоль Xbox Series X в стиле Леоноры, похотливой ремонтной станции Для участия надо подписаться на страницу Роберта Багратуни и Мантфиш в заблокированной в России социальной сети А также поставить лайк посту по ссылке и сделать репост, добавив тег Atomic Nora Конкурс планируется завершить 24 апреля Что любопытно, Россия в списке стран не упоминается Зато есть Беларусь С правилами можно ознакомиться на сайте Мантфиш Причастные к созданию Atomic Heart опубликовали на ArtStation концепты и ассеты Видеть их вы сейчас можете на экране У разработчика стратегии Маннерлордс возник небольшой конфликт с частью сообщества Он работает над системой преступности, и некоторые игроки запросили механику, связанную с ней Разработчик отреагировал на этот запрос Добавить в игру городских стражников и караулку Он потратил несколько дней на то, чтобы реализовать городскую стражу, но в итоге от всего пришлось отказаться Часть сообщества Маннерлордс очень остро восприняла идею Он написал Дорогой дневник разработчика, последние несколько дней я потратил на добавление караулки и функции городской стражи, о которых просили многие игроки в связи с системой преступности Сегодня, после того, как все было сделано, мне прочитали лекцию, что это не исторично, и теперь я все удаляю Маннерлордс — это стратегия в сеттинге средневековья, а тогда полноценной городской стражи толком и не было Насколько я понимаю, обязанности по привлечению преступников к ответственности выполнялись низшим дворянством, и иногда делегировались им вплоть до мещан Но патрулей как таковых не было, насколько я знаю, не было и официальной городской стражи Вот так вот, в то время, пока большинство геймеров играет за спецагентов, орков или путешественников во времени, фанаты стратегии придираются к страже эпохи раннего средневековья Quantum Break удалили из каталога Xbox Game Pass и прекратили продавать в Steam Это консольный эксклюзив Xbox, изданный Xbox Game Studios Remedy Entertainment и Microsoft объяснили, что это проблема с лицензиями, и сейчас пытаются со всем разобраться Quantum Break намерена вернуть в цифровые сервисы, включая Game Pass Но пока они обозначили конкретную дату Пока на торговой площадке Steam больше нельзя покупать коллекционные карточки, Quantum Break и различные предметы для профиля Экранизация серии хорроров Five Nights at Freddy's появится на больших экранах и в сервисе Peacock 27 октября текущего года Постановкой ленты занималась Эмма Тами, Обитель Страха А главные роли исполнили Джош Хатчерсон, Голодные игры, Мосс в терабитию, Элизабет Лейл, Ты однажды в сказке и Мэтью Лилард, Крик и одержимость Создатели киноленты также поделились первым кадром фильма, на котором показана та самая пиццерия, где и развернутся пугающие события Анонсирован динамичный кровавый шутер Трипанк 2 Авторы проекта из Трипанк Студио сразу признали, что вдохновляли серии эфир, но также пытались реализовать свои собственные идеи Вот как звучит официальное описание проекта Вы играете за сбежавшего солдата, который ничего не помнит о своей жизни, но обладает сверхъестественными способностями Вы жаждете отомстить и не остановитесь ни перед чем Сносите все и вся кулаками, крадитесь никем незамеченным Вооружитесь взрывчаткой и враги даже не успеют понять, что их убило Релиз игры запланирован на 21 июня Джек Блэк, американский актер, комик и музыкант, признался в одном из интервью, что хотел бы увидеть экранизацию серии Red Dead Redemption По его мнению, игры Rockstar Games предлагают истории не менее интересные или даже лучше, чем The Last of Us Я фанат игровых адаптаций, если они правильно сделаны The Last of Us была фантастической, удивительно, насколько точно они взяли за основу исходный материал Это практически то же самое, что игра, но с некоторыми изменениями Она определенно завоюет все награды Но есть и другие великие игры, которые заслуживают собственной экранизации Может быть, когда-нибудь будет фильм по Red Dead Redemption? Они определенно должны это сделать, потому что эта история ничуть не хуже, а может быть, даже лучше The Last of Us Эх, вот мы тут мечтаем, а такое ощущение, что Rockstar вообще забыли про существование этой серии Обновлений для онлайна нет, информации хотя бы о некс-генпатче на вторую часть тоже А тем временем фанаты спят и видят ремейк первой части, который, похоже, тоже не состоится в ближайшие лет десять Мухаммад Ибн Салман, наследный принц и наследник престола Саудовской Аравии Через Государственный инвестиционный фонд в прошлом году начал осуществлять план по привлечению внимания разработчиков игр и геймеров к Саудовской Аравии После небольших инвестиций в такие компании, как Nintendo и Activision Blizzard и приобретение SNK Пришло время для более крупных трат Savvy Games Group купила Скоупли за почти 5 миллиардов долларов Это мобильный разработчик и издатель, ответственный за популярные игры Marvel Strike Force, StumbleGuys и Star Trek Fleet Command Скоупли не утратит независимость, но сферу деятельности значительно расширит Например, студия сможет выпускать продукты для консолей ПК Геймдиректор Diablo 4 Джо Шелли и ответственный за серию менеджер Род Фергюсон в интервью затронули момент с атмосферой игры Сразу же после выхода Diablo 4 делает акцент на мрачном и правдоподобном мире Коровий уровень, крылья или животные компаньоны нарушают такую правдоподобность По мере дальнейшего развития игры атмосфера немного разрядится, говорят разработчики Для непосвященных отметим, что коровий уровень – традиционный, секретный, шуточный уровень Который уже несколько десятилетий разработчики создают в играх Diablo Все противники в таких уровнях – коровы Кроме того, стоит отметить, что специальные крылья – один из косметических предметов, который есть в самом дорогом издании Что, казалось бы, противоречит такому подходу Интересно, что знаменитые коровы могут появиться в игре позднее Также одной из особенностей на более поздние сезоны поддержки Diablo 4 станет таблица лидеров Это отличный инструмент для отслеживания прогресса игроков Но в то же время серьезная проблема для разработчиков, поскольку поощряет использование ботов и эксплойтов Что касается текущей работы, команда сосредоточилась на инфраструктуре сервера Это самый важный вопрос наряду с балансом классов и уровнем сложности Никаких серьезных изменений интерфейса ждать не стоит, так как на это просто нет времени Юлия Горохова, русский голос женской версии Wii из Cyberpunk 2077 Лава Лампа рассказала о том, что дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty не получит русскую озвучку Юлия Горохова сказала Я знаю, что дополнение не планируется в русской локализации Может, меня обманули, но меня обманули, получается, зачем? Русской озвучки не будет Насколько я знаю, дополнение довольно большое И когда планируется запись какого-то крупного проекта Актеры всегда оповещаются, всегда собираются сроки занятости Нет информации То есть, условно говоря, в ближайшие шесть месяцев точно мы писать ничего не будем Ранее другие актеры озвучки делали намеки на полную локализацию Но, видимо, в итоге что-то не срослось Нинтендо объявила о том, что отказывается от выпуска мобильных игр про Марио на мобильных устройствах С 2016 года успели запустить несколько игр по франшизе Доходы не очень впечатляющие Например, Super Mario Run принесла 60 миллионов долларов за первый год Mario Kart Tour заработала 300 миллионов долларов Для сравнения, Mario Kart 8 принесла 3 миллиарда долларов Была и Dr. Mario World, которую закрыли Геймдизайнер Сигеру Миамото объяснил журналистам Основная стратегия Нинтендо — игровой опыт, интегрированный в аппаратное и программное обеспечение То есть, первоочередная цель — это разработка игр под консоли Нинтендо Интуитивность управления — это часть игрового опыта Когда мы изучали возможность создания игр про Марио на мобильных, более распространенных, универсальных устройствах Было сложно определить, какой должна быть эта игра Именно поэтому я выступил в роли руководителя разработки Super Mario Run Чтобы иметь возможность перенести этот игровой опыт железа Нинтендо на умные устройства Естественно, у Сигеру спросили о том, когда может выйти новая полноценная игра про Марио Миамото сначала широко улыбнулся, а затем ответил Что ж, всё, что я могу сказать, пожалуйста, следите за будущими Нинтендо Дайрект Эти слова представила редакция Верити Но геймеры перевели словами Миамото более подробно, хотя они несут похожий смысл Я не могу ничего сказать заранее, но мы проводим Нинтендо Дайрект каждые 2-3 месяца Так что, пожалуйста, ждите их с нетерпением Super Mario Odyssey вышла на рынок в 2017 году И это было последнее крупное приключение в серии Многие геймеры верят, что новую игру анонсируют в 2023-м Кроме того, в ходе интервью Сигеру Миамото развеял миф, что он ненавидит игры с насилием и жестокостью «Хочу прояснить, что я не против шутеров и жестоких игр Существуют разные формы развлечения людей, но я считаю своей миссией делать продукты, которые развлекают людей иначе Я хотел, чтобы Марио был персонажем, который никогда не обижает других, поэтому я нашел иные способы показать это» Внес ясность Миамото Иными словами, игры, где Гумбо погибает от огнестрельного ранения, а не от удара сапогом, фанаты Марио вряд ли увидят В сети появились первые рецензии «Братья Супер Марио» в кино с Джеком Блэком, Крисом Праттом и Аней Тейлор Джой в главных ролях На момент написания этих строчек у мультипликационного фильма 55 баллов из 100 на портале Rotten Tomatoes «Вся эта потрясающая компьютерная анимация будто полирует, ну, то, что Марио находит в трубах во время своей дневной работы», — пишет Хрон «У всех микронная глубина, пиксели без особой индивидуальности», — рассказывает Seattle Times «Больше похоже на длинную рекламу» «Да, после просмотра я захотела переиграть в старые игры о Марио, но желание пересмотреть этот фильм не возникнет у меня никогда», — пишет Meshable «Трудно требовать всего этого от фильма, когда его первоисточник напрочь лишен сюжета» «Но разве мы не должны требовать хотя бы компетентности от создателей», — считает журналист Индепендент Премьера «Братья Супер Марио» в кино намечена на 5 апреля В 2023 году ожидается релиз Cities Skylines 2 Современный градостроительный симулятор Paradox Interactive предложит одиночную игру, но части фанатов хотелось бы большего Однако в Cities Skylines 2 не будет мультиплеера как минимум на релизе Добавление мультиплеера в игру потребовало бы много времени и ресурсов, что отвлекло бы разработчиков от создания основного игрового опыта, к которому стремится команда Colossal Oda Ну и под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с конями» Квест-директор CD Projekt Павел Саско в ходе очередной трансляции рассказал, почему именно не все обещанные разработчиками механики Киберпанка системы репутации, паркур или метро дошли до релиза Контент вырезает ведь не просто так Когда ты работаешь над проектом, в твои обязанности дизайнера входит оценка тех или иных элементов, которые должны попасть в игру Это твоя работа Если качество оставляет желать лучшего, ты начинаешь понимать, что нет никакой возможности подтянуть его до уровня других, скажем, квестов, локаций и игровых механик, добавил он По словам Саско, CD Projekt всегда старается дать игрокам максимально качественные, интересные и глубокие игры Да, как же хорошо, что Киберпанк на релизе был прекрасно сделанной качественной игрой А вот если бы добавили паркур, игра бы работала в 14 фпс на Xbox One А вот без метро и всего этого прочего было целых 15 И на этом у нас на сегодня все Поэтому сейчас самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях Конечно же не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее